И всем привет ребят, с вами Стрываник, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня тот самый день, когда у нас произошли глобальные изменения в работе овердрайвов, плюс увеличено время респауна игроков, если раньше это было 3 секунды, теперь это 6, и сегодня вместе с вами мы все это дело протестируем, ну и для такого события выберем то вооружение, я имею ввиду именно корпус, который, как по мне, стал хоть и с большим кулдауном по овердрайву, но более еще жестче и более интересным, и возможно это тот самый корпус, который с вводом этого баланса и этих изменений станет использоваться в матчмейкинге намного и намного чаще. Сегодня, конечно же, я говорю о Мамонте, о том самом корпусе, на котором теперь овердрайв работает целых 9 секунд, было у него 7, и эти 2 секунды могут в конечном итоге дать вам буст, ну, хороший такой, солидной дистанции на проезд, и если это будет, например, штурм за атаку, либо там регби, либо ЦСТФ, то эти 2 секунды помогут вам оформить доставку, либо выиграть время для своих тиммейтов. Поэтому сегодня мы это дело протестируем, я еще ни одного боя не сыграл, поэтому я не знаю, как и вы, скорее всего, что будет у нас происходить. Беру я, конечно же, Мамонте и Зиду, по дрону я беру Ловкача. У нас вышло очень большое количество разных миссий, да, и, ну, здесь можно выбирать, с чего хочешь начинать выполнять все это дело, да, но я, в принципе, на обзор пока что беру Мамонта и Зиду. Ну, позже я думаю, что я протестирую еще Диктатор, потому что Диктатора там довольно плотно нерфанули, но надо будет потестить, посмотреть, как он себя будет показывать. Все средние корпуса чувствовать себя будет уже не так комфортно, как это было у нас раньше, но Диктатор так, ну, существенно нерфанулся, ну, там плюс есть 1 секунда на овердрайве с критическим уроном, посмотрим, как это будет дело работать. Ну, я думаю, что, в принципе, что касаемо Дикта, то его можно будет использовать, а вот что касаемо Викинга, ну, там кулдаун овердрайва 6 минут, и я не знаю, честно. Ладно, берем Мамонте и Зиду, запикивает наш на шикарнейшую просто карту, ну, и смотрим, что у нас здесь по овердрайву. Вот, у меня звуки дополнительные, вот эти вот замечательные все поменялись из завода. 26% овердрайва за 40 секунд, ну, быстро, если честно, на Мамонте все копится быстро, и особо там даже сильно так не чувствуется, наверное, пока что. После доставки сколько становится? 60, отлично. Ну, это нормально, окей, это хорошо. Ну, это, я, можно так сказать, беру один из лучших корпусов, да, и уже по нему смотрю. Так, ну, и пока, кстати, вот эти вот 6 секунд особо и не чувствуется. 6 секунд респауна, ну, это, наверное, надо прямо на жестком респе постоять и посмотреть, насколько долго будет нулевой урон по оппоненту. Здесь уже едет тиммейт, вроде все нормально. Так, ну вот, респуется жига, ну, не сказал бы, это не 6 секунд. Это не 6 секунд респа, если честно. Это не 6 секунд. Ну, вот сколько здесь? Это разве 6 секунд? Мне кажется, по ощущениям, это не 6 секунд респа. Это где-то секунды 4, наверное. Можно прямо засечь на таймере, конечно. Сколько он будет респаться? Ну, там вроде как не так плотно этот нулевой урон. Так, ну ладно, прожимаем овердрайв. Сейчас попробуем посмотреть, что здесь будет с овером. Что он тут будет хавать? Вот сколько жестко. Ну, долго работает, очень долго работает. Это прямо как старый... Это прямо как старый мамонт овердрайв. Очень долго. И очень комфортно работает. Ава и Тезида, конечно, тоже всех. Не, ну это комбинация шикарно показывает. Вообще никаких проблем. Вообще все четко. Мамонт вообще кайфовый. И даже особо вот этот вот нерв с работой и долгим кулдауном овердрайвом особо и не чувствуется на мамонте. Я думаю, что надо сейчас будет сыграть на Викинге. Карточку посмотреть, сколько там будет кулдауна. Возьмем какой-нибудь Вика Молота. Зайдем тоже на нем, посмотрим. Слушай, с мамонтом все вообще прикольно. Мне нравится. С мамонт все четко. Вообще никаких проблем не вижу. Ну да, эти кулдауны немного... Немного видны, конечно. Что они такие более... Более какие-то долгие. Но... Но не критично. Не критично, скажу вам. Не критично. Не критично. Я думал, что будет еще хуже. Я думал, что вот эти вот 6 секунд, например, с респа будет прям очень сильно чувствоваться. Но, вроде как, пока что я бы не сказал, что особо эта вещь заметна. Так, сейчас попробуем еще овердрайва прожать. Ну вот, например, давайте вот здесь прожмем. Посмотрим, сколько я смогу доехать. Ну, вообще спокойно, да? Доставка, он у меня еще работает. Я еще и на отъ... Ой-ой-ой, не, это жестко. Это жестко. Я еще и на откате назад. Лад, он у меня еще работал до сих пор. И это нужно понимать, что это ловкач. Это ловкач. Это ловкач, молодые люди. Это ловкач. А что будет тогда, если я возьму Кризиса? И полечу с ним? Это вообще будет Габелла? Ну, 9 секунд это очень много. Это очень круто. Я с тем овердрайвом Мамонта играл, потому что с ним можно было очень много зарабатывать. А с этим можно зарабатывать еще больше. Еще больше, чем на том. 800 очков у меня уже, ребяточки. За 4 минуты 800 очков. Вы понимаете, что это такое? Все, жалко, что фондов нет повышенных. Представляете, сколько бы я бы с этой катки уже поднял бы Кризисов? Это десятка смелая. Смелая десятка, при том, что здесь еще... Здесь еще... У нас... Маленькая карта. Здесь у нас еще... Офигеть. 3000 я зарабатываю. 940 очков за 5 минут. Офигеть. Мамонт просто дал, конечно, жару. Но это маленькая карта. Здесь Мамонт будет работать так эффективно. Еще и эти 9 секунд. Это очень круто. Это очень достойно. Посмотрим, что будет с Мамонтом завтра. Ну и давайте для сравнения просто возьмем Вика Молота. Да. И посмотрим, насколько долго там будет. Овердрайв копиться. Мне кажется, там будет очень сильно чувствоваться. Давайте берем так. Так. И... Так, что у нас? Что у нас? Что у нас? Берем... Ну давайте... Давайте ЦП. Давайте ЦП, окей. Попробуем ЦП, что будет с Вика Молотом. Блондер Бас, Викинга Молот. Бустер. Дефолтное такое вооружение. Но... ещё как раз-таки закидывает, значит, и бой. Мы его благополучно ещё и сливаем. Ну ладно. Давайте смотреть, пробовать, да? Меня запикало в 9.30, грубо говоря. Посмотрим, вот сколько у меня будет овердрайв. 9.30, да? Пробуем, смотрим. Пробуем, смотрим, да? Есть плюскил. Раньше вот эти вот звуки были отключены. Я вот не знаю, как вам кажется. Стоит мне их лучше отключить? Напишите. Или лучше оставить вот эти вот? Когда по тебе наносят урон, когда ты наносишь урон, вот эти вот звуки. Обычных выстрелов, критических выстрелов. Стоит их оставить или не стоит? Вот когда так вот бьёт, ну это прям очень сильно по ушам даёт, если честно. Может их просто потише чуть сделать? Как эти вообще? Громкость спецэффектов, наверное, да? Громкость спецэффектов, эффектов. Ну у меня вообще вот эта вот тема она слетела. Из-за сегодняшнего обновления она слетела. У меня раньше там вообще ноль был. Я не ставил эти звуки. Как по мне, они вообще лишние. Они, да, как бы, может быть прикольные, чтобы их там послушать, но моментами они меня сбивают, наоборот. О, не. Ну это сильный звук, если честно. Хоть я там его поставил на 5. Или на сколько там процентов. Но почему-то оно всё равно слышно так громковато. Я думаю, что я, наверное, лучше отключу их. Так, но по овердрайву у меня уже полторы минуты, ребяточки, прошло. У меня 50% овердрайва. Полторы минуты. Полторы минуты. О, и вот эти приколы ещё, потому что не респит. Тоже нормальная тема. У меня уже который день вот эта вот ерунда происходит. Появился у нас какой-то новый, ну не баг, это ошибка, наверное, какая-то новая. И только вот непонятно, после чего она срабатывает. После захода в гараж, либо после захода в настройки, либо ещё во что-то. Но очень часто у меня начала вот эта вот фигня появляться тоже. Что надо обновляться, не респит корпус. Когда-то это уже у нас было. Картинка такая какая-то. Непонятно, если честно. С одной стороны такая более яркая, с другой стороны какие-то такие моменты. Не очень жёсткие. Так, ну что, закидывать меня будет? О, есть контакт. Овердрайв у меня не слетел. 56%. У меня до сих пор не было ни одного овера. Уже прошло две с половиной минуты. У меня пока что ни одного овера нету. Так, я же отключил эффект звука. Ничего не понял. Я же отключил. Я не то отключил, что надо. Ничего не понял. Громкость эффекта в бою. А, ну вот это мне вообще надо, получается, да? А где вот это? А, громкость звуков урона. А, вот что мне не надо. Вот это мне надо. Это мне, получается, надо. Я не то пофиксил. Сейчас то, что надо, да? Я слышу свой выстрел? Не обязательно слышать свой выстрел. Чуть погромче сделать будет. Да, есть. То, что надо сейчас есть. Так, 95% овера. Три с половиной минуты овердрайв уже копится. Офигеть. Не, это мертвый корпус. Типа, это всё. Вот с таким обновлением это всё. Типа, викинг это можно выкидывать. Викинга можно смело выкидывать. Ну куда? Ну, три с половиной минуты ради того, чтобы просто сделать ну вот сколько. Я здесь, конечно, поторопился, прожал овердрайв. Так вообще никогда не делаете. Особенно с такими овердрайвами. Ну и всё. Вот столько я три с половиной минуты копил ради вот этого оверд, если что. Ну ради вот этого овердрайв. Я три с половиной минуты копил овердрайв. Нормальная тема? Как вам? Супер? Ну и вот так вот 90% игроков реализует овердрайв, когда он накапливается у них. Тут сразу хочется, знаете, shift зажать, чтобы у тебя овер ещё один появился. Когда ты вот так вот овердрол долго копишь, и он у тебя просто говорит давай пока. Давай пока, удачи, чел. Просто давай пока. Удачи. Вон, чел на вика рельсе прожал овердрайв. Он дал один килл. Он копил где-то четыре минуты овер и дал один килл с овера. Ну, примерно, как я, короче. Нормально? Кайфом? Вообще топчик. Ну и смысл тогда вот от такого овердрайва? Смысл вообще от викинга? Если я могу просто взять мамонта и начинать на нём делать развал конкретный. Просто конкретный развал. Я считаю, что смысла будет очень мало от этого викинга. Прям очень мало. Но это очень долго. 360 секунд. Если это конечные изменения, то у меня плохие новости. У меня очень плохие новости, молодые люди. Потому что это неэффективно. Это неэффективно. От слова совсем. Так, ну давайте попробуем камбэкнуть, выиграть бой хотя бы. Что у нас тут что-то? Овердрайв надо центральный контролить. Вот что я могу сказать. Нужно контролировать дроповый овердрайв. Дабы у тебя он был каждые две минуты и ты по этому поводу особо сильно не парился. Просто контролишь центральный овер, играешь от него и каждые две минуты катаешься овердрайвом. Пока там типы свои овердрайвы копят по 3-4 минуты. Ты просто каждые две минуты стабильно имеешь свой овердрайв и у тебя все четко. У тебя все в этом плане вообще круто. Круто. Ну ладно. У меня сейчас скоро будет овер. Главное его заюзать так, чтобы ну хоть какая-то эффективность появилась в его использовании. Сейчас попробуем. Парек вроде не так плохо смотрится. Не так плохо смотрится. Но я вижу, что многие все равно играют на викингах. Но это не метовая тема уже. Я уже сейчас вот просто играя первые два боя я уже понимаю, что викинг это уже не метовый корпус. От него уже нет вообще никакого смысла. Если я уже до этого обновления катал на диктаторе и говорил, что диктатор например тот же юзать 400 раз выгоднее чем чем викинга, то сейчас его юзать еще меньше смысла. Ну прям вот еще меньше смысла. Я не знаю. Ну типа пользы вообще никакого нет от этого овера. С Харьком было бы намного больше пользы. С диктатором было бы больше пользы. С диктатором это все равно саппорта корпус, который дает дополнительные очки. И он при любом раскладе будет лучше. Хотя проблема в том, что он долго очень копится. Ну прям очень долго. И попробую его еще заезжать так, чтобы он был эффективен. Ну давайте я не знаю. Ну тут прожму. Типа просто я уже не знаю где юзать его. Стены там что-то, что-то накидал. Но это 3 кила. 3 кила овердрайв копил 4 минуты. 3 кила. Ну и зачем мне это надо? Что я с этого получил? Я типа ну я особо вообще никакого плюса не получил. Нет. С мамонта например я бы мог бы накопить 2 может даже 3 овера за это время. Ну 2 ладно окей 2 овера. Из каждого этого овера на мамонте я бы мог давать те же самые 2-3 кила стабильно 100%. А если это будет например там регби либо это будет АСЛ либо это будет ЦТФ то это будет плюс доставка еще. 100% доставка и все те танки которые будут на меня упарываться они все уходить будут сразу на риск. Ну. Ну так что лучше молодые люди? Что лучше? Вот этот вот замечательный корпус? Да нет. От него вообще профита нет никакого. Типа ну тут все киллы идут. просто за счет твоей пушки. При том что сейчас все средние корпуса по скорости маневренности приравнены то ну вообще не вижу никакого смысла юзать вот этот вот замечательный викинг. Ну прям вообще никакого смысла. Я еще не играл конечно на дике. Не смотрел что с ним. Но викинг выглядит максимально тухло. Прям очень максимально тухло. о мы камбэкаем катку. Камбэкнем или нет? Не не успели камбэкнуть. ну как-то так. Я получил 1080 за столько времени в катке и в регбе вы видели да сколько я на мамонте поднял за четыре с половиной минуты. делайте выводы делайте выводы сами. Я думаю что это не последний обзор на эти обзоры и обзоров будет еще много. Поэтому пишите что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте обязательно видос лайком. Ну и пишите что вообще думаете какие бы хотели видеть корпуса следующие на обзор. Да сегодня раз уж так получилось что два корпуса потому что ну мамонт на все катки использовать нету особо никакого смысла потому что там и так понятно что он в мете и он будет очень плотно наваливать и показывать он и так был хорош его еще и бустанули и он будет еще жестче. Да то есть там ну как бы все понятно. Здесь я думаю что надо больше делать акцент на те корпуса на которые и так мы особо много не катали ну и дико надо тоже я думаю потестить поэтому пишите что хотите в первую очередь увидеть да может какие-то тоже камбушечки у вас есть поэтому потестим посмотрим как это все дело будет работать но про викинги я думаю что можете смело забывать если вот любители викинга еще остаются то смотрите альтернативные корпуса да то есть если это средний корпус то лучше там например диктатор тот же пантер может тоже себя показывать не так плохо но надо тестить надо смотреть поддержите это с лайком подписывайтесь на канал если вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик дабы не пропускать ничего чтобы быть в курсе всех событий ну а с вами мистер Ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока мистер Ванька Продолжение следует...